На самом деле, я люблю кладбище, такая романтичная атмосфера, настраивать на прекрасные высокие чувства любви. Вы не находите это место действительно чарующим и прекрасным. Касательно этого место уточню, оно скорее пиарное, нежели полноценное, ибо аниме еще не до конца вышло, а Ранобу я не читала. У вас была тихая и спокойная жизнь, полное мечтание о том, как вы поможете бравым воинам защищать вашу страну от демонов. Но вот незадача. Вы уже напичканы наркотой, вас используют в лучшем случае как аккумулятор, а в худшем как игрушку и грушу для битья. Конечно, вы захотите отомстить. Только так как вы выше своих обидчиков, вы будете верны себе и постарайтесь избежать нанесения вреда тем, кто вам ничего плохого не делал. Прекрасный красный цвет, прекрасные мужчины. И хотя вы любите лишь одного из них, сразу все окрасите алым и остальных красавчиков. А его родливых женщин тоже можно приукрасть этим чудесным цветом. Умершего невозможно возродить, хотя нет, боги могут все. Боги могут воскресить самого дорогого для вас человека, если увидят его. Но только вот в том другом мире, где жива ваша любовь, вас нет. Поэтому вы должны умереть или умрет она. Повторим эксперимент еще несколько раз. Ведь бог не успел рассмотреть вашу пассию. И еще, и еще, и еще. Так кто из вас должен умереть в этот раз? Нормальная семья, нормальная школа, нормальная жизнь. Только вы не нормальны. Вас так возбуждает смерть и все связанное с ней. И чем жестче, тем лучше. Можете сколько угодно осуждать насилие, говорить, что вам это не нравится. Но постепенно вы понимаете, что даже смотреть на пытки любимой младшей сестры вам нравится даже слишком сильно. Вы лишь клон. Жалкий клон прекрасного мученика Саши, который должен был стать новым сосудом для души того. Только вот ваш оригинал выжил, тем самым обрекая вас на существование еще более короткое, чем остальных гомункулов. Так почему бы не лишить виновника вашей трагедии и всего, что ему дорого? Адепты святого знака уж вряд ли вас остановят, выдав вам в партнера и клона сестра Вельмы. Так что, пожалуй, Терезу можно и вычеркнуть из списка целей. Посчитайте месть Саши целью вашей короткой жизни. И, конечно, не забывайте, что ваша с Александром алхимическая сила одинаковая. Так что развивайте больше физическую. В конце концов, месть ему – цель всей вашей короткой жалкой жизни. Этот мир создан Богом. И Бог постарался сделать его как можно более прекрасным. Заметьте, люди прекрасны не только снаружи, но и внутри. Согласитесь, никакой святой грань не встанет рядом с поиском новых способов познать прекрасное. Вы легко можете найти язык Желим Дерек, которого заинтересует ваша тяга к изучению смерти. Почему смерть так интересна? К сожалению, в фильмах корреки слишком не реалистичны. Так что приходится заниматься изучением в реале. Основными жертвами, конечно, будут женщины и дети. И тут нет никакого сакрального смысла. Они просто более легкая добыча. Но при этом не забудьте оценить и плод чужой работы. Хотя вы и сами прекрасно постарались, дабы обеспечить Богу достойное зрелище. Приветствуем вас, демон Фуюки. Вы похожи на человека, но ничего не помните. Может, нужно найти недостающую часть, часть которой напомнит вам, кто же вы такой. Можно попробовать заглянуть в людей из разных социальных слоев, тем самым надень нехватающую часть. Конечно, если ваши воспоминания обнуляются каждые полгода, будет сложно. Но вы постараетесь, и все получится. Кстати, а что если вы демон? Может, и демона стоит убить? Могла ли ваша мать быть настоящей ведьмой? Кто же тогда отец? Каждый ребенок хочет любви родителям. Гомунку, созданный на основе ребенка. Ребенок вдвойне. Но Хоенхайм бросил вас, испугавшись. В результате вы были приняты матерью своего оригинала, которую вскоре Хоенхайм тоже бросил. За 400 лет вы с матерью легко надете общий язык, начав воспринимать людей как существ низших, которые нужны как некая подпитка. А вы сами просто наслаждаетесь человеческими страданиями. В конце концов, ни ваш создатель, ни его дети от другой женщины не заслуживают чего-то, кроме смерти от ваших рук. Мир прогнил. В нем царствуют разбой и преступность. И кто же, как не бог, сможет спасти его? Бог будет воистину милосерден и сможет перекроить мир, оставив в нем лишь хороших и законопослушных людей. Но кто же будет богом? Верно. Лучший ученик Японии. Ведь какое такое зло он совершает, убивая преступников? А, может вас смущает убийство каких-нибудь ФБРовцев? Ничего страшного, это лишь небольшая жертва. Тем паче нечего мешать богу. Кстати, использовать свое гарем тоже неплохо. А родственников можно и убить, если станут обузой. В конце концов, вами божественной цели. Это не страшно. Бьет, значит любит. Поэтому почему бы нам не использоваться, но как пепельницу? Или давайте сбьем жену, которая к тому же сама просит об этом. Вы уверены, что все, что делаете, правильно. Но, конечно, вы способны не только на насилие в адрес других. Например, вы с радостью обучите свою жену тому, как надо бить ножом, используя себя как наглядное пособие. Но в то же время сразу же представьте своего забитого сына именно как флот ваших трудов, который не сможет ничего сделать в свою защиту. И все же при этом вы беспокоитесь о нем. И переживаете, чтобы он не стал мусором, выбрав в качестве возлюбленной клона своей матери и людоеда в одном флаконе. Знаете, подумав обо всем этом, я неожиданно догадался, что мне в вас не нравится. Вы недостаточно прекрасны для меня. Я должен исправить это прямо сейчас. Продолжение следует...